Иван Владимирович, неожиданная, конечно, тема для тебя, но ты же генерал. Точно. Можешь только догадываться, с сегодняшнего дня тебе придется вступить в должность министра внутренних дел. Есть точно. Ну, что тут обосновывается. Когда начал изучать вакансии министра внутренних дел, появились много новых ребят, которым за 40 немножко, там 42, 43, 47, до 50. Это хорошо. Раньше была очень большая проблема у меня на высокие должности, даже не на генеральские. Ну, просто тяжело было найти. Подросли молодые ребята, настоящие патриоты. Поэтому, я к чему это говорю, что мы пересмотрели несколько человек, но все-таки вот твой жизненный путь, ну, начиная с низов, ты это все, несмотря на молодость, ты это все протопал. Это огромный опыт. Изучал, советовался, и все-таки из десятка предложенных кандидатур я выбрал Кубраков. Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске. Ею придется заниматься, конечно, ты в теме. Конечно, не один будешь заниматься. Там будет начальник УВД, которому ты точно мешать не будешь работать. Потому что сам только что прошел этот уровень. Ну, а с другой стороны, у тебя этот опыт. Если начальнику УВД новому надо будет этот опыт, ты ему его передашь. Конечно. Мы направили твоего лучшего друга, наставника Петровича на Минск помощником. И у него задача работать в контакте, не мешая никому. Но ты знаешь, он опытный человек, преданный человек к делу. Сложится хороший такой кулак, который понимают очень хорошо друг друга. Ну, а Наталья Ивановна, как уполномоченная по Минску, уже будет разводить, сводить в Минске. А Санкт-Петрович Барсуков, я думаю, будет и для тебя такой хорошей опорой. Я думаю, ревность он переживет. Потому что ты за ним всегда шел по пятам, а тут на тебе сам министром стал. Но он будет гордиться, что его хорошие други, сослуживец, сегодня министр. Вот. Замысел такой у меня был создать сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта. И я очень надеюсь, что у вас эта работа получится.